Мои дорогие, всем доброго времени! С вами Полина Сухова, парапсихолог. С 5 июня по 5 июля 2020 года будет проходить уникальный коридор затмений. И сегодня поговорим о первом лунном затмении, что делать в этот момент времени. Но прежде хочу ответить на хороший вопрос подписчицы Людмилы о том, как будут отражаться все эти изменения, связанные с затмениями на человека, и воздействуют ли изменения эти на темные силы, и когда же они, собственно говоря, уйдут. Начну с последнего вопроса, он будет ответом и на первый. Темные силы, я их называю иные силы, а вообще это часть иерархии Творца, они отстанут от нас тогда, когда большая часть людей выйдет на осознанное развитие, справится со страхами, привязками и прочими ограничащими установками. Все перемены во внешнем мире происходят через внутренний рост, сознание, мышление и духовное преображение каждого из нас. Меня, вас, соседа, друга, близкого человека, групп людей. Энергии планет особенно в коридор затмений подводят нас к этому. Если каждый будет сидеть и ждать, что само рассосется, то иные силы никогда не уйдут. Они подталкивают каждого нас снизу. Выше иерархия Творца тянет нас сверху, а человек где-то посередине. Но вы должны помогать сами себе выйти в другой мир добра, справедливости, своими изменениями мышления и реакциями поведения. Цыпленок должен проклюнуть скорлупу изнутри. Оставьте внешний мир, сосредоточьтесь на своем внутреннем мире и ближайшем окружении. И если каждый уберется в своей душе, вокруг своей территории, то появится порядок во всем мире. За вас этого никто внутри не сделает. Никакие экстрасенсы, ясновидящие, маги, шаманы, целители, даже миллион талантливых психологов не встроят вам новые нейронные связи, привычку, собственно говоря, по новому мысли действовать. Мозги невозможно заменить пока человеку. Если вы готовы менять свой внутренний мир, а соответственно и внешний мир изменится через себя, то слушаем и применяем новые технологии в свою жизнь. В конце сегодняшнего видео я, как всегда, дам конкретные рекомендации, как изменить себя и свою судьбу в лучшую сторону. Хотя бы на самую малость в коридор затмений. Если кто-то еще не подписался, подписывайтесь на наш канал, на мой канал, нажмите на колокольчик за лайки, отдельная благодарность. Итак, 5 июня 2020 года нас ожидает полутеневое лунное затмение, которое начнется в 20.45 по Москве, достигнет своей максимальной фазы в 22.45. Грядущие перемены связаны с переходом лунных кармических узлов и знаков кардинального креста Рак Козерога в знак мутабельного креста Близнецы-Стрелец. Переход фактически дает старт очередному этапу трансформации сознания каждого из нас, и особенно в отношениях. В этот период Луна в Стрельце будет противостоять Солнце, находящееся в соединении с Венерой в Близнецах. Плюс еще ось затмения будет образовать квадратуру с Нептуном, Марсом в рыбах, и поэтому данное затмение будет играть важную роль в нашей жизни, собственно говоря, все эти планеты. Итак, Лунное затмение 5 июня – это станет кульминацией процесса, связанной с личными отношениями. Лунное затмение – это еще и символ завершения. Это прекрасный, благоприятный период для пересмотра нахождения в тягостных отношениях, отпускания обид, бесперспективных проектов и каких-то таких ненужных лишних дел. Любые отношения мужчины и женщины, то ли вы в браке, то ли вы в свободных отношениях, будут свыше пересмотрены. Энергии планет будут подталкивать навести порядок в тупиковых отношениях, например, если они отжившие, то могут быть свыше созданы условия для того, чтобы вы отпустили друг друга и нашли свое истинное счастье и любовь. Поэтому я часто говорю, лучше я сама, сама, чем подталкнут меня свыше стимулом, то есть кнутом, творец. Без любви человек сатанеет, и отношения рано или поздно рушатся, какие бы серьезные поводы ни стояли за желанием их продолжать, например, ответственность, чувство вины, страх будущего и прочее. Если у вас отношения есть, и они на основе любви, но требуют серьезной реставрации, то здесь могут быть тоже провокации, которые вас подведут к необходимости наладить качественный контакт. Полнолуние, особенно затмение Луны, очень сильно влияет на людей. А вообще Луна это символ подсознания, это еще наш эмоциональный фон. Поэтому рекомендуется в это время больше доверять собственной интуиции, управлять, конечно же, своими эмоциями. Итак, вернемся к отношениям, которые будут активно трансформироваться в летний коридор затмений. Тема отношений одна из основных во время предстоящего лунного и даже солнечного затмения. Во время затмений в жизни нередко появляются бывшие партнеры. В это затмение этому будет способствовать ретроградная Венера, указывающая на то, что некоторые этапы из прошлой жизни придется пройти заново и пересмотреть. Кармические узлы, которые у вас до сих пор не были развязаны, могут всплыть на поверхность, и у вас появится уникальная возможность развязать этот тягостный узел и войти в новые отношения, уже обновленном, без прошлых граблей, которые обычно человек с собой тащит из отношений в отношения. Возвращение старого любимого партнера может оказаться шансом восстановить связь, которая ранее была прервана из-за какой-то ерунды. Или наоборот, нынешний партнер проявит истинное лицо, в котором отсутствует к вам любовь, а есть вот только корысть или какие-то другие низменные мотивы. Многое скрытое может всплыть на поверхность, или вы увидите ситуацию с другого ракурса, это как смотреть на слона, только с хобота, а потом вы увидели его вдруг с хвоста. Именно в период лунных затмений выяснение отношений возникает как бы само собой, словно прорывается гейзер. И если процесс начался уже спонтанно, то избежать подобных разговоров, как правило, не удается. Но помните, что если вы начнете выяснять отношения во время затмений под той же схеме, негативным шаблоном, что и раньше, то результат может вас неприятно удивить. Вы получите совсем не тот эффект, который вы ожидали. В любой ситуации в коридор затмений рубить с плеча лишнее. Резко действовать, без анализа и учета всех факторов тоже лишнее. Хорошо бы делать выводы, накидать план. Включать больше здравой логики, а для этого нужно вести себя немного отстраненно. Я это называю диссоциированно. Для того, чтобы сохранять здравый рассудок и слышать подсказки своих духовных наставников. Главная рекомендация на две недели с 5 июня смотрите на все происходящее, особенно в сложные моменты жизни, как бы на спектакль со стороны, в котором каждый партнер играет свои роли. Это состояние даст вам главную возможность отодвинуть негативные эмоции на второй план. Это особенность нашего головного мозга. Если вы анализируете и включаете логику, то эмоции всегда быстро уходят. И вы будете контролировать свои чувства, а значит необдуманных решений, неприятных последствий, соответственно, коридор затмений будет меньше. Как идеально прокачать, то есть провести через себя энергию Луны, которая будет находиться в стрельце? Важно пропустить все события, происходящие с вами через призму оптимизма, позитива и юмора. Находите прекрасное в мелочах, даже в самых незначительных ваших действиях. Акцент вашего внимания должен быть на позитиве и на хорошем. Если вы не видите хорошего, найдите его, он всегда есть. В это время нужно максимально делиться своими положительными чувствами и эмоциями с окружающими. Активно проявлять любовь к окружающему миру, людям, особенно близким. Но труднее всего человеку справиться, конечно, с негативными эмоциями в коридор затмений. И для этого запишите следующие две рекомендации прямо сейчас. Коридор затмений вам потребуется, первое, сохранить хладнокровие, войти в состояние наблюдателя, как будто вы смотрите на себя, как на актера, играющий интересную роль. Помните, чем вы спокойнее реагируете на происходящее, тем быстрее будет происходить проверки свыше из штаба. Все делается свыше ради наших реакций. Если она спокойная, то ситуация быстрее разрешается. Экзамен пройден. Есть поговорка. Все ответы находятся в тебе. И действительно, часто мы просто знаем какую-то информацию, что так оно и есть. Откуда это состояние? Вам транслируют подсказки ваши духовные наставники. Запомните, именно они через вашу интуицию вам вкладывают нужные решения, подсказывают на лучший вариант развития, события, мысли. Но вы их слышите, если находитесь в спокойствии только тогда. Мы будем учиться слышать и чувствовать эту поддержку свыше. Станьте осознанным игроком или актером на протяжении всего коридора затмений на целый месяц, и вы наработаете новую привычку спокойно реагировать на сложные ситуации. Это еще полезно тем, что, находясь в ровном состоянии, вы сохраняете энергию и силы. Вас невозможно зацепить низкочастотным астральным эгрегором. Сущности перестают на вас воздействовать, и у вас повышается вибрация. Ну и вторая рекомендация, важно во время коридора затмений, при конфликтах самому гасить накал страстей вместо разжигания негатива. Обычно это делают мудрые осознанные люди, но вы такие же, я вас верю. На любые провокации ваших партнеров нужно отвечать одной фразой, которая гасит его возмущение или агрессию. «Родной, я тебя люблю». Говорите это искренне, посылайте фразу через его душу, в душу через глаза. Глаза – это портал к истинному я-человека. После погашения конфликта обязательно пройдитесь, погуляйте в лесу. У воды огонь хорошо тоже помогает избавляться от эгрегоров, сущностей. Вот помните эту важную информацию. Природа, природа и природа. Это то, что нам помогает в сложных эмоциональных моментах нашей жизни. Когда на природе гуляете, займите свою голову высоковибрационными мыслями. Посылайте всем и вся благодарность, любовь. Можно повторять мантру «Согласен, принимаю, очень хорошо, благодарю». Это как бы, знаете, согласие с высшим началом о прохождении данной ситуации, данных уроков. Это принятие ситуации. И держите алгоритм ваших действий на весь коридор затмений. Итак, очень краткий, чтобы вы выписали и все понимали, что делать. Первое, будьте всегда на связи с своими ангелом-хранителями 24 часа в сутки. Второе, поддерживайте свое физическое тело в надлежащем режиме отдыха. Напитки энергии, природные из природных источников, зарядка, здоровая пища. Третье, управляйте своими мыслями, больше пребывайте в оптимистических сценариях своей жизни. Пора уже, кстати, осознанно формировать свое будущее, а не пребывать в своем прошлом, в ссорах, обидах и раскручивая негативных телевизионных сериалах в голове. Но главный акцент я хочу сделать на налаживании отношений с вашими духовными гидами, с вашими ангелами. Давно уже пора становиться гражданами двух миров, тонкого и духовного. Чем больше вы будете с ними общаться, тем больше вы будете ощущать эту незримую поддержку. Вообще, кстати, чем грозит потеря связи со своими ангелами. Как только эта связь уменьшается, то святое место пусто не бывает. Тут же идет присоединение к низкочастотным эгрегорам через страхи или какие-то негативные мысли. Эти полевые структуры начинают на вас серьезное негативное воздействие. Эгрегор вкидывает еще больше негативных сценариев апокалипсиса будущего и отсасывает энергию человека, накручивая его дальше. Человек накрывается как бы куполом. И высшая иерархия света и ангелы к вам не могут просто достучаться. Итак, мои дорогие, у нас очень скоро подготовка к коридору затмений на нашем марафоне, на моем канале 25, 26 и 27 мая. Кто не подписался на канал, обязательно сделайте это. Нажмите на колокольчик, вас ждет впереди интересные-интересные методики, упражнения. Лайки приветствуются, жду ваших историй в комментариях, мне они всегда очень приятны. Многие даже я привожу в пример. Ну и в следующем видео мы поговорим о кольцевом солнечном затмении 21 июня 2020 года. Что делать в следующие две недели после лунного затмения? Мои дорогие, я вас очень люблю, всегда рядом с вами парапсихолог Полина Сухова. Обнимаю вас, увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok